Друзья, всем привет! С вами Артем и компания Сфера Кар. Сегодня третий выпуск уже по европейским праворульным автомобилям с аукционной из Японии. И хочется, знаете, немножечко побольше активности в комментариях, а именно какой. Если есть среди наших подписчиков, телезрителей, люди, которые ездят на праворульных европейских автомобилях, расскажите, поделитесь своим опытом эксплуатации, какие плюсы, какие минусы вы видите в этих автомобилях, насколько они надежны, в отличие от своих леворульных соотечественников. Ну, а мы перейдем к вариантам. Так, друзья, начнем с вами с Audi Q7. 2018 год, это полный привод, бензиновая версия, двухлитровая, белый цвет. Вот такая симпатичная машина. Стоимость этого автомобиля с оценкой 4,5 балла, с пробегом 38 тысяч, а это очень маленький пробег по Японии, потому что обслуживается японскими маслами. То есть все расходники оригинальные, дороги там на уровень, а то на 2 и на 3 лучше, чем у нас. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 980 тысяч рублей. Следующий вариант. Следующий вариант, также Q7, только трехлитровая, бензиновая, полноприводная. У нее 100 тысяч пробег, четверка оценка. Давайте ее рассмотрим немножечко. Так, получается 3 ряда сидений, да? Три ряда сидений, очень большой вместительный багажник. Стоимость этого великолепного кроссовера 2 миллиона 740 тысяч рублей. Следующий вариант намного интереснее, а именно внешний интерьер и экстерьер, да? Q8, Audi Q8, трехлитровая, полноприводная, еще и к тому же гибридная. Вот, 2019 год, 52 тысячи пробег, стоимость этого автомобиля 5 миллионов рублей. И еще один вариант, точно такой же, оценка пятерка, то есть это состояние нового автомобиля. Если муха и сидела, то только в целлофановом пакете. 2019 год, стоимость этого автомобиля 5 миллионов 560 тысяч рублей. Так, давайте вернемся на предыдущую ссылку, я вам не показал салон. Обязательно на него надо посмотреть, потому что это просто космос. Вот так выглядит салон в этом автомобиле. Так, погнали дальше. Так, следующий вариант это Audi SQ5. 2018 год, что значит SQ5? Это как у пятая, только более спортивная версия. А чем она спортивнее? А именно мотором. У нее трехлитровый бензиновый мотор на 354 лошадиных силы. Вот такая белая красоточка. Так, стоимость этого автомобиля 3 миллиона 40 тысяч рублей. Следующий вариант, следующий вариант, сейчас я вам покажу. 3 миллиона 40 тысяч рублей. Да, все правильно. Следующий вариант это у нас Audi A4 Allroad. Что это значит? Это значит, что это модель с более повышенным клиренсом. Для общего понимания есть вот просто Subaru Impreza, а есть Subaru XV. Вот XV у нее такой же точно кузов, как у Impreza, но клиренс немножечко больше. Вот, итак, это двухлитровый объем, мощность 211 лошадиных сил, полный привод, бензин. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 720 тысяч рублей. Так, следующий вариант у нас A6 Audi. Также с повышенным клиренсом, трехлитровый, 333 лошадиных силы, очень мощный аппарат. Вот, стоимость этого автомобиля 2 миллиона 480 тысяч рублей. Крутая тачка, погнали дальше. Так, здесь у нас теперь BMW X4, дорестовая модель, 79 тысяч пробег, четверка оценка, полный привод, бензин 2 литра. Так, посмотрели на салон, все понятно. Стоимость данного автомобиля 2 миллиона 60 тысяч рублей. Дальше идет уже в рестайле. Варианты, а оценка 25 тысяч пробег, полный привод, бензиновая версия, 2018 год. Почему R.A.? Потому что была замена левой двери, пыли подкрасы небольшие. В целом оценка по кузову B. Так, стоимость этого автомобиля 3 миллиона 120 тысяч рублей. Так. И еще один такой же вариант, только уже в белом цвете. Здесь немножечко побольше фотографий. Как раз мы посмотрим на салон этого автомобиля. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 600 тысяч рублей. Но состояние у него очень хорошее. Вот такой салон. Так, камеры кругового обзора, кругового мониторинга. Все функции, полный мультируль, кнопка запуска двигателя, открытие багажника. Все-все-все есть в этом автомобиле. Ну, коричневый, красивый салон. Очень вместительный багажник. В общем, эта тачка, на мой взгляд, стоит своих денег. Потому что она, как минимум, визуально, внешне и по интерьеру очень симпатичная. Так, ну а теперь перейдем к Мерседесам за миллион. Как вам такое? Мерседес-Бенц ГЛА-класс. 95 тысяч пробег, 1,6 объем, передний привод, 4,5 оценка. Вот такой симпатичный, скромный Мерседес за миллион. Почему бы и нет? Если вы не ездите в лес, если вы не ездите на рыбалку, то самое то, самое то для того, чтобы передвигаться по городу на таком небольшом, компактном и удобном автомобиле. И стоимость этого удобного автомобиля 1 миллион 100 тысяч рублей. Следующий вариант в черном цвете. 4,5 оценка, 71 тысяча пробег. Но черный цвет уже придает этому автомобилю дороговизны. Стоимость этого авто, ну вот как я и сказал, 1 миллион 400 тысяч рублей. И еще один вариант, но здесь уже 2 литра полный привод, турбо. Четверка оценка, 28 тысяч пробег. У него, по-моему, панорамная крыша есть. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 275 тысяч рублей. Неплохие варианты, но по мне вот очень выгодно и очень интересно вот эти, которые в пределах миллиона 100, да? Ну, по городу где-то на бордюрчик заехать, перескочить, да? Для девочки вариант просто класс. Так, ну и перенесемся на калибр побольше. Это Mercedes-Benz GLC 2-литровый полноприводный 9-ступенчатый автомат у этого автомобиля. 63 тысячи пробег, 4,5 оценка. Стоимость данного авто 2 миллиона 650 тысяч рублей. Так, дальше у нас идет вариант в черном цвете. Но это у нас уже дизельная версия. Также на 9-ступом автомате 2,1 объем, 170 лошадиных сил, 4,5 оценка, 58 тысяч пробег. Вот так вот выглядит этот автомобиль. Так, стоимость самая интересная 2 миллиона 730 тысяч рублей. И третий вариант интересный. А интересный он тем, что у него есть 85-киловатная батарейка. Ну и плюс к этому 2-литровый бензиновый мотор на 211 лошадиных сил. 4,5 оценка, 63 тысячи пробег, полный привод. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 890 тысяч рублей. Вот такой симпатяга. Причем, посмотрите, друзья, это же левый руль. Левый руль. Если вам очень сильно повезет, то можно найти левый руль. Но это довольно-таки редкое явление, поэтому особо сильно не обольщайтесь. Так, следующие автомобили. Это тот же GLC. GLC, только купе. 24 тысячи пробег, четверка, оценка. Так, это у нас бензиновая версия переднеприводная. И стоимость этого автомобиля 2 миллиона 880 тысяч рублей. Так, пойдем дальше. И дальше у нас полноприводная дизельная версия с пробегом 76 тысяч, с оценкой 4,5 балла. Так, цена этого автомобиля 2 миллиона 650 тысяч рублей. И следующий вариант это GLE. Mercedes-Benz GLE. Трехлитровый дизельный на 258 лошадиных сил, полный привод. Четверка, оценка, 29 тысяч пробег. Вот такой симпатяга. Так, посмотрим на салон. Ну, салон стандартный, как у Mercedes. В принципе, довольно-таки удобный. Я ездил на Mercedes и скажу вам так. Машина на любителя, но привыкнуть к ней очень легко. Стоимость этого автомобиля 4 миллиона 15 тысяч рублей. За крутой, мощный кроссовер. Так, друзья, прошлись мы с вами по Mercedes, по Audi. Что следующее? Что вас еще интересует? Какие модели? Может быть, премиум класс? Или больше к бюджетным вариантам, к бюджетному сегменту? Напишите в комментариях. Будет интересно почитать, посмотреть и ознакомить вас с ценами. Друзья, поэтому пишите свои комментарии. Рассказывайте про опыт своей эксплуатации. Будет очень интересно почитать. Мы никого не оставим без внимания. Пишите свои вопросы. Ну, и в принципе, все. Не забывайте, контакты в описании. Ссылочка на WhatsApp наверху. Пока.